Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем ремонтировать регулятор оборотов электронной дрели. Поехали! У меня уже дрель разобрана, чтобы этот весь процесс не показывать. Вот сам регулятор наш. Я с него уже снял крышечки обе. С одной стороны стоит вот эта вот кнопочка стопорная, с этой стороны тоже крышечка стояла. Вот так она стояла эта крышечка. Переключатель направление просто отсоединяется. И вот наш сам регулятор. Его в принципе можно конечно и купить поехать, но если дело обстоит так, что вдруг у вас нет возможности сейчас купить или нету продажи их сейчас рядышком. Например, я живу в таком месте, где такие запчасти вообще не продаются и нужно либо заказывать через интернет, либо ехать куда-то и соответственно платить втридорого за какую-то деталь. И к тому же схема очень простая. Используется принцип диммера. Я точно тот же принцип использовал для того, чтобы сделать регулятор мощности паяльника. И здесь используется практически такая же схема. Я думаю, ну раз уж здесь такая же схема, то что мешает мне ее отремонтировать. Здесь уже раскручено. И если посмотреть, пробую поближе это сделать, резкость поймать. В конструкции этих регуляторов они разные бывают, но я буду на этом смотреть. Здесь вот изначально есть два такие усика. Я их уже разогнул. Эти усики идут на саму схему. Вот наша схема. Теперь нам надо ее как-то достать. Я просто толкну эти усики. Вот она у нас приподнялась. Мы ее аккуратно вытаскиваем. Вот наша схема. Мы видим денистор. Денистор или как он там называется. Это защитный переменный резистор. Кстати, вот если посмотреть, как это все работает. Кнопка. Попробую сейчас ее нажать. Вот контакты кнопки. Эти контакты просто ездят по двум дорожкам. Вот эти две дорожки. И, соответственно, являются просто переменным резистором, который регулирует мощность денистора или семистора. Я уже не помню, как они там называются. Но, в общем, не важно. Схема здесь элементарная. В принципе, четыре детали, которые важны. Одна, вторая, третий резистор. И все. И все будет работать. И самое простое, с чего мы начнем, это просто проверка этой схемы. Вообще, рабочая она или нет. Может быть, просто-напросто здесь контакты где-то пропал. Может быть, здесь смазку почистить надо. И все будет работать. Для этого мы возьмем вот наши провода 220. И эту схему подключим к лампочке. И посмотрим, как она будет у нас все работать. От лампочки один провод подключаем напрямую. Теперь осталось нам все это подключить в 220. И попробовать покрутить вот этот переменный резистор. Вот он защитный. И посмотрим, сработает лампочка или нет. Если лампочка не сработает, значит, тогда наша схема сгорела. И нужно искать поломку на самой детали. Если лампочка заработает, значит, проблема была просто в контактах. Почистить, смазать и все будет работать. Итак, включаем 220. Так, включили. И пока что ничего не горит. Так, что мы делаем? Берем плоскогубцами. И начинаем крутить наш переменный резистор. Оба! А все работает, ребята! То есть, получается, мне и не нужно было ехать куда-то покупать эту схему за столько, сколько она там стоит. Кстати, еще вон, уже видно, накал чуть-чуть есть. То есть, схема вполне рабочая. Как вы видите, все отлично регулируется, мощность работает. Так, отключаем. Мощность регулируется. Соответственно, нужно просто его почистить. Схема рабочая, она не сгорела, не испортилась, все детали рабочие. Значит, нужно почистить, смазать контакты, собрать и все будет работать. Давайте так и сделаем. Так, возвращаем положение этого резистора в то, в каком он и был изначально. Потому что он у нас защитный. И нам нужно от пыли, от грязи почистить вот эту вот контактную дорожку нашего резистора. И пробуем все собрать обратно. Так, отлично. Здесь эти контакты зажимаем в том же положении, как они и были. зажимаем в том же положении. И так, теперь крышечка, которая у нас все это дело будет поджимать. Теперь подключаем провода наши 220 вольтовые. Вольтовые. Ай. 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 И теперь можно уже пробовать. То есть, вот собрано, и можно пробовать. Если на нажатие сработает, значит, всё отлично собираем дальше. Если не сработает, значит, нужно будет ещё раз разобрать, здесь ещё раз почистить. Можно даже спиртом протереть, хотя не сильно желательно. Если протирать спиртом, то потом всё равно нужно будет чем-то смазать. Так, пробуем, включаем 220. И пробуем запускать. Ах ты! Это я, конечно, молодец, запустил. С незакреплёнными щётками. У меня щётка вылетела одна. Но неважно. Главное, что заработало, при этом регуляция работает. Значит, собираем дальше. Вот такой вот очень простой ремонт, который, на самом деле, если не записывать видео, занимает всего лишь, не знаю, время, чтобы разобрать. Собрать, ну, очень мало времени занимает. Поэтому, ребята, если нужно срочно отремонтировать регулятор оборотов, разберите и почистите. Зачем платить за то, за что и платить не нужно. Вот и всё. Ремонт на 5 минут. Дрель собрана. Правда, пока что не скручена и без насадки. Но только до пробы. То есть, маленькие обороты спокойно есть. Спокойно регулировать можно. Всё отлично работает. Если у вас будет такая поломка, вы теперь знаете, как её отремонтировать. Я вам желаю успехов. Подписывайтесь на канал. Всем пока!